Добрый вечер! Мы рады вас приветствовать в Российском Национальном Музее Музыки. Сегодня у нас концерт из абонементного цикла концертов, который мы назвали «Раритеты музейной коллекции». И нам бы хотелось рассказать в этом цикле о наиболее ценных инструментах, музыкальных инструментах из нашей музейной коллекции, представить вам замечательных исполнителей и, конечно, рассказать немного о тех произведениях, которые для этих инструментов когда-то создавались. И сегодня мы будем рассказывать о клавишных инструментах, немножко совершим экскурс в историю клавишных инструментов, познакомимся с самыми ценными инструментами клавишными из нашей коллекции и услышим шедевры музыки во времени, когда эти инструменты бытовали. И первым инструментом, который вы услышите, будет спиннер, вот здесь он перед вами, мастера Марка Ядера 1565 года, то есть это 16 век. Это инструмент, который принадлежал семейству Медичи, и сегодня тоже нам предстоит побывать во Флоренции, совершить, наверное, такое музыкальное путешествие во Флоренцию. Вообще, конечно, история клавишных инструментов удивительная. Среди далеких предков, во-первых, называют и монокорт Пифагора, то есть когда-то одна единственная струна, натянутая над ящиком резонатором, такой простейший инструмент долгое время был верным помощником и странствующих музыкантов, и учителей пения. С другой стороны, конечно, нужно сделать реверанс в сторону органа, который был изобретен еще в 3 веке до нашей эры, механиком к кассивием, жившим в древней Александрии. И с другой стороны, конечно, инструментом струнноударным, типа цимбал. Цимбалы, псалтериум, на таком инструменте когда-то играл еще библейский псалмопевец царь Давид. И вот, то есть постепенно к одной струне стали добавляться еще струны, как раз и появился инструмент типа гусли или цимбал, псалтериум. И когда к такому струнноударному инструменту добавили клавиатуру, которую как раз заимствовали органы, появились старинные струнно-клавишные инструменты. Если у вас потом будет минутка, вот там еще у нас есть один очень интересный инструмент, молоточковый портепиано, вот в той витрине, где старинные виолы переделаны из клавикорда. Собственно, клавикорда такая наиболее ранняя форма, клавикорт, клавесина, спинет, непосредственные предшественники портепиано. И клавикорт, само название говорит как раз об устройстве клави-ключ-клавиши, клави-брось-корда-струна. То есть на конце каждой клавиши таких инструментов крепились стержни прогулы, латунные стерженьки, позже названные тангентами от глагола тангера касаться. И они касались струны при нажатии на клавишу. А уже затем у спинетта и клавесина на конце появились перышки, птичьи перышки. Поэтому нередко такие инструменты называли оперенными клавирами. И перышки стали уже защипывать струны, появился чуть более яркий звук. Помимо того, что спинетт это инструмент, он мог быть и концертным инструментом, но мог быть и использован в домашнем музицировании. Поэтому в нашей коллекции есть также спинетт-бюро конца 16 века. То есть с одной стороны это очень красивый шкафчик, вы можете потом тоже поближе, инкрустированный перламутром. А если подойдете поближе, вы увидите клавиатуру. И вот как раз знатные дамы когда-то любили такие инструменты брать с собой в путешествии. И наше спинетт-бюро, согласно Викентий, принадлежало одной из знатных нам рода Кочубей. Ну а нашу концертную программу откроет музыка Джона Гаулинда. Это три песни его. Этот композитор, выдающийся английский композитор, он был также людьмистом в Елизаветинской эпохе, знаменит прежде всего именно своим песенным творчеством. Считается, что он родился по всей вероятности в Лондоне в 1563 году. Затем его услышал английский посланник Парижа. И некоторое время он жил в Париже и состоял на службе английского посланника. Вот у нас зашла речь об Италии, как раз когда-то Джон Даулинд мечтал оказаться во Флоренции. И в Венецию, Флоренцию мечтал совершить путешествие, чтобы учиться у великого Луки Моренцию. Но, однако, когда он оказался во Флоренции, он решил дальше не добираться до Рима, где находился Лука Моренцию и рассчитывал. И поэтому остался на некоторое время во Флоренции. Характерно, что в его ариях мелодия поручается только верхнему голосу, а не распределяется между голосами, как это было характерно для жанра Мадригала, широко распространенного в то время. В этом его, конечно, безусловное новаторство. Я, если позволите, каждую песню в отдельности назову и немного буду говорить о содержании песен. Ну а сейчас мне хотелось бы также представить исполнителей. Это все лауреаты международных конкурсов. Дмитрий Гриних баритон, Анастасия Егоренкова, это спинет, клавесин. И сегодня еще в концерте будут участвовать специальные гости из Черногории, Сарова Йошевича Сапрана. Первая песня называется «Здесь все для леди». Здесь все для леди, выбор в самый раз, Беру гроши, но вкус мой не купить. Здесь сказка все, но сказка та для вас, Ведь даже нищий волен полюбить. А без любви все хлам, душа права. Джон Гаулин, три песни. Исполнители лауреаты международных конкурсов. Дмитрий Гриних, Анастасия Егоренкова. И спинет, Марка Ядра. Работы мастера Марка Ядра, 1560. Аплодисменты. Спасибо. 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 Бартоломео Христопори, который послужил тоже во Флоренции, и был хранителем его коллекции музыкальных инструментов, который был известным далеко за пределами Италии, также был мастером клавесинов. И на одном из званых вечеров решил поразить публику присутствующую и представить новый инструмент. Это усовершенствование произошло в результате того, что стержни прыгуны с перышками были заменены в крестопоре на молоточковую механику. Это был поистине революционный шаг. Потому что независимо от крестопори к той же идее приходят и другие мастера, и француз Жан Мариус, и немец Кристиан Шрёдер. Но просто крестопорик был первым, кто до этого донулся. И с тех пор, благодаря вот такой замене, стало возможным извлекать и порты громкие, и пьяные, то есть тихие звуки. Так и родился этот инструмент. Точная дата его изобретения неизвестна. Известно, что в 1709 году в коллекции у Медичи уже было 4 усовершенствованных крестопорик клавесина. Вначале инструмент получил название «Ради чем был поль пьяный порт?» И в 1711 году в музыкальном журнале появилась статья видного теоретика того времени Степана Морфея с чертежом, который подробно описывал механику нового инструмента. Затем стала называться «Молоточковая портепиана». И теперь уже мы все привыкли к такому названию привычному для нас. Поэтому, конечно, этот клавесин, он уже появился в эпоху, когда были известны первые портепианы, но должно было пройти еще определенное время до того момента, когда новый инструмент завоевал абсолютную любовь и популярность. Но этот клавесин совершенно особенный. Во-первых, он королевский. Он принадлежал королю Фридриху Великому Прусскому и был создан специально по его заказу для его дворца Сан-Суси в Пацдаме. Король Фридрих же, как известно, был выдающимся музыкантом, композитором, флейтистом и писал музыку, и выступал и с Михаилем Гайдном, братом Йозефа Гайдна, и с Аганом Христианом Бахом вместе в дуэтах. И специально для этих концертных выступлений и был создан Буркотом Шуди вот этот замечательный клавесин. Интересно, что Шуди стал также основателем предприятия, фабрики по производству клавишных инструментов, которая затем перешла к англичанину Джону Бродвуду. И вот именно на этой фабрике впервые была применена система педалей. Ну а мы, конечно, продолжаем знакомить вас прежде всего с шедеврами музыки эпохи барокко, но не только барокко. Имя, конечно, Клаудио Монтеверди выделяется особенно. Дело в том, что во Флоренции, как известно, еще и родился жанр оперы в кружке «Флорентийская камерата». И когда члены Флорентийской камерата демонстрировали свои первые образцы нового жанра, на одном из таких представлений и присутствовал Клаудио Монтеверди в свете герцога Гонзага, монтуанского герцога, на службе которого он состоял. И Монтеверди, услышав эти первые произведения, пошел значительно дальше и стал, в общем-то, таким выдающимся, наверное, первым выдающимся представителем оперного жанра творчества. Его ознаменовал такой переход от эпохи Возрождения к эпохе барокко. И он был также выдающимся виолистом и также певцом-рокалистом. Здесь, вот там же, где клавикорт, у нас представлены старинные виолы, старинные струно-смычковые инструменты, которые являются, в свою очередь, предшественниками современных смычковых. И подразделялись они на виолы до гамбо ножны, то есть виола до гамбо предшественницы виолончели, виола добрача ручной. Вот как раз ансамбль, их тогда называли консорты виол, были излюбленной формой музицирования в придворных аристократических кругах. А поскольку Монте-Верди родился в Кремоне, знаменитая школа итальянских скрипичных мастеров, которые славятся во всем мире, наверное, итальянцам, безусловно, принадлежит в этом смысле лидерство, он не мог, конечно, обойти своим вниманием струно-смычковые инструменты и достиг тоже замечательных результатов. То есть вот такая разносторонне одаренная, многогранно одаренная в равной степени велико одаренная личности, как вокалисты, как виолисты, как, конечно, композита. И в 1607 году состоялась премьера его оперы «Орфей». Сам Монте-Верди стремился к такому синтетическому жанру, где над всеми голосами господствовал бы экспрессивная, взволнованная мелодия, как он сам писал солирующего голоса. И действительно, в «Орфее» и экспрессивная мелодика, и широкая кантилена, это и хоры, и ансамбли. Кстати, впервые использованы фан-фары труб, и другие оркестровые голоса, и балет. И это стало выдающимся событием, конечно, того времени. Эта опера уже при жизни получила широкую популярность в Европе, и до сих пор она исполняется. В 1632 году Монте-Верди принял духовный сан и стал священником, но, конечно же, он не мог расстаться с музыкой. И поэтому, когда в 1637 году в Венеции открылся первый публичный, первый общественный оперный театр, Монте-Верди, которому тогда уже было 70 лет, начинает писать оперы для этого театра. И вершинами его творчества стали оперы «Возвращение Улиса на родину» и «Коронация Попеи». И сейчас одной из зарей вы услышите Клаудио Монте-Верди, «Смертен я» из оперы «Возвращение Улиса на родину». Исполняют Дмитрий Клиник и Анастасия Яковленко. Анастасия Яковленко. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Поставленная впервые в 1691 году Остров счастья и отрады Средь лазурных блещет вод Правит им, забыв и даду Бог любви, молодой ирод Остров счастья из оперы «Король Артур» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok От вечных пут И аспиды с головы ее не уползут И бич из рук ее не упадет На время музыка вас отвлечет От всех соблюд Генри Персова на слова Драйдену музыка Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как известно, Гендель родился в Германии, там сформировалась его творческая личность, его художественные интересы, его мастерство. И с другой стороны, большую часть жизни, творчества он провел в Англии и, конечно, это сыграло свою огромную роль для этого композитора. Уже к 11 годам Гендель был широко известен в Германии и сочинял музыку, затем изучал право в городе Галии и одновременно служил церковным органистом, а также преподавал пение и сочинял музыку, безусловно. И в 1703 году он уезжает в Гамбург, это был важный культурный центр Германии 18 века, где существовал первый в стране публичный оперный театр, соревнующийся на тот момент с лучшими оперными театрами и Италии, и Франции. И именно в Гамбургском театре сотрудничество, и причем поступает он на скромную должность, что интересный такой факт, на должность второго скрипача и повесенистого в оркестр Гамбургского оперного театра. И сотрудничество с выдающимися музыкантами того времени, и прежде всего композитором Раймхардом Кайзером, который был директором оперного театра тогда, и также критиком, литератором, композитором Иоганном Матисоном, оказало огромное воздействие на Генделя, сформировались его взгляды на оперную эстетику. И, конечно, прежде всего, любовь к жанру оперы, который он не изменил до конца своей жизни. Одним из шедевров оперного творчества Генделя является опера «Ринальда», ария из которой сейчас прозвучит. «Дай мне оплакать, жребий жестокий, и о свободе мне повздыхать». Георг Ривикендель, ария Альмиры из оперы «Ринальда». Исполняет Сара Грешевич и Анастасия Горьевна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Конечно, именно эта эпоха подарила и рождение таких жанров, как симфония, и соль в инструментальном концерте, и оратория, и кантата. И, конечно, эти жанры, Генри, также и мог обойти своим вниманием. Сегодня прозвучит кантата для баритона и кларисина «Война в любви». Речитатив «Война в любви» приводит к мысли «Беги прочь». Ария «Не соблазняйтесь черными очами». Речитатив «Сколько яда от любовного удовольствия». Ария «Красота, как цветы». Фугата «Те, кто жаждет наслаждения, будет страдать». Генри, кантата для баритона и кларисина «Война в любви» в пяти частях. Исполняем Дмитрий Гриних и Анастасия Егорьевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzzi Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»